так вот он наш сатурн 1 августа 2020 года в харьков 23 33 по киеву какое классное время и в общем то снимать то я вышел сближение юпитера у это ветер это не я это ветер даже активная стабилизация режим включенный только сегодня не дает особого эффекта переждем снимать я вышел сближение юпитера с луной или луны с юпитером на небосводе но так как это третий дубль два предыдущих я начинал с юпитера почему не разнообразить не снять эту красоту новом режиме это мануальная то есть ручные настройки как проплывает от спрашивали у меня в комментариях я снимал сатурн на восходе когда он был кольцами развернут правую вверх явно под 45 градусов вверх развернут эллипс этот и двигался вперед и вверх и по диагонали экрана а сейчас он в зените практически практически как плоско как сомбрера на мексиканца медленно бредущим по небу красочный образ с высоко поднятой головой у нас получился мексиканец ну ничего ближе к утру наступит тяжелое похмелье поехали к юпитеру голова опустится да нырять за горизонт сатурн будет эллипсом развернутым вниз по ходу движения и вот наш отрывается это я не знаю почему это красиво мне это кажется безумная красота это очень странно ничего логически объясним нет луна в правом нижнем углу юпитер чуть выше в середине экрана ближе к правой стороне ну и если я на экранчик не вижу какие-то знаки оповещающие меня о том что ведется запись спасибо конечно а можешь отключить он не буду пока ничего трогать отключим потом ну в общем вот наша святая троица или какая там и вот у нас сблизились еще не полностью но полностью повторяю уже третий раз третьем дубе сблизится луна и юпитер в 2 часа ночи по киеву это будет уже совсем близко к горизонту луна и будет через плотные слои атмосферы все это наблюдаться а этого не хочется я в окуляр вижу даже не только четыре спутника а и звездочку как это внизу под юпитером нас конфигурация тут тоже кстати очень классная сегодня довольно редко в третий раз по моему я снимаю так что спутники все четыре галилеевых спутника то есть как гласят древние легенды галилей сделал подзорную трубу и видел эти четыре спутника их 64 там по моему юпитера но самые крупные яркие вот эти четыре редко они с одной стороны выстраиваются давай перечислять вот у нас два справа самый крайний это калиста он обычно дальше всех от юпитера держится в стороне второй за ним сейчас более яркий ганимед медицинская как по-моему название потом идет спутник европа постоянно сбивающая с толку европа и совсем касаясь юпитера сейчас еще с более странным названием спутник его буквально исполняющие обязанности его скоро спрячется он уже за випитер если он не вылезает из-за него в любом случае вот вам четыре галилеевых спутника а на первом дубле сегодняшнего дня тут же на канале часто еще не выложил но когда вы будете это смотреть уже выложу будет дубль в котором я снимал при низких настройках светочувствительности спутников там не видно к сожалению но зато к огромному моему удовольствию очень много удовольствия на юпитере очень четко были видны полосы ну очень четко соответственно как для съемок с расстояния 625 миллионов километров будьте любезны ветер ветер давай мы уйдем пока тогда у нас такой сильный ветер давай мы пока снимем луну она там не так заметно по экрану будет прыгать не вываливается по крайней мере да никон фотоаппарат здоровенный когда что такое увеличение 125 крат оптическая это значит что у меня из фотоаппарата вылезает огроменная труба и выглядит это все как миномет направлены куда-то на звезды кроме того у него еще парусность из-за этого огромная с помимо того что он настолько большой тяжелый что когда я выдвигаю презумирование объектив он натурально перевешивает треногу вгоняет ножки в землю съемки то чаще всего не на асфальте а на грунте в полях смотри какой красивый кратер вот этот снимал я уже сегодня ветерок подымается но жаловаться не буду совсем недавно пару часов назад был дичайший ветер по час дал нам поснимать дала нам поснимать матушка природа посмотришь у нас с резкостью посмотреть как он будет лучше лучше наверно будет так там у нас аристарх классно видел вот этот круглый кратер это платон который платонный друг на истинно дороже сейчас я не могу на объект выбрать по которому наводить резкость да парусность большая я по моему об этом говорил нам и малейшее дуновение ветерка начинает колебать эту конструкцию строчной силой да наверное это мне фотоаппарат то есть матушка природа подсказывает иди домой выкладывай видео ветром намекает пора бы честь знать да вот красивые такие вот именно моменты когда освещение солнца вот эта полоса называется терминатор как выяснилось недавно для меня недавно конечно то есть где встречается на луне на поверхности луны я думаю только луны свет и тень это полоса называется терминатор а вот и аристарх бюк и и и MK у и Пускай пройдет луна до этого терминатора. Великолепно просто. Я очень доволен съемкой. Особенно добавляю радости из-за дура то, что ну совсем все было мрачно. Вот мне как раз помог с настройками активной стабилизации видео. Один из комментаторов, а на канале он мне посоветовал на другом канале. Сиракес по моему канал называется. Я буквально час назад сидел в комментариях писал человеку, что у вас же тоже Nikon P1000. Снимите сейчас сближение Юпитера с Луной. А у нас сплошная облачность. Буду дежурить, может получится снять из Харькова. Ну то есть была сплошная облачность. И сейчас это чистейший. Даже первые дубли отдела еще через облачка. А сейчас только неявная дымка, которую мы с легкостью перенесем. У меня просто взорвет сейчас. Эмоции так переполняет. От этой красотищи. До луны у нас на сегодня точно не помню сколько, но до 400 тысяч километров. То есть это вообще по домашней. Так, отошел. Наблюдаем как Луна проплывает. Ну да, дымка очевидная все-таки есть. Сияние такое. Орел. Я сейчас смотрю глазами на Луну. Орел сияющий вокруг Луны наблюдается. Но мы точно не будем жаловаться. Все получилось великолепно. Сближение сняли. Четыре спутника справа от Юпитера сняли. Сатурн сняли. Так, сюрприз-сюрприз. А вон уже Марс встал. Ну давайте-ка, наверное, снимем и Марс. Чтоб два раза не вставать. Точно. Это же я здесь уже торчу, наверное, часик. Практически. Так, где у нас? Что-то я два вижу. Не знаю. Может он маленький экранчик, конечно. Может не вижу я Сатурн. А на мониторе будет видно в левом верхнем углу. Сатурн должен быть сейчас видим. Сатурн. Хорошо. Поехали. Вон он наш Марс. Сейчас, сейчас. Ну он-то как раз только поднимается над горизонтом. Понятно, что его смотрим мы через плотную атмосферу. Он буквально касается вершины посадки. Вдоль леса дружбы народов идет такая аллея. И вот он касается вершин деревни еще на этой аллее. Он у нас будет практически под 45 градусов сейчас вверх выбираться. Так, сейчас буду резкостью играться. Наслаждайтесь. Нечего тут играться. Я же говорю из-за того, что низко над горизонтом, когда мы смотрим в зените, над нами 10 километров атмосферы земной. Грязная там со всякими выхлопами, пылью. А когда мы смотрим вдоль поверхности земли на линии горизонта, то это не 10 километров пыльного, грязного земного воздуха, а сотни километров. Соответственно, изображение значительно хуже. Именно поэтому... Вот он Марс. Красавец. А до него сейчас, по-моему, 110 миллионов километров. Ну, тебе и бонус. Не собирался я дожидаться до того, как Марс появится. Слева огоньки. Это дома уже жилые, фонари на улице, дружба народов. Не обращаю на них внимания. Втиснуть в какие-то созвездия не пытаемся. Ну, ладно. Давай еще раз на волну посмотрим. И то ли дубль еще один сделаем, то ли пойдем по домам. Так, это я снимал сейчас на ручных настройках. Почти как-то криво фото порастал. Вон, табачки какие. Белогривые. Луна. Ближение с Сатурном. Ой, с Юпитером. Там завтра будет Сатурном. Юпитера четыре Галилеовых спутника. Калиста и Органимед Европа. Ну и Сатурн. Уже практически параллельно горизонта. Сегодня буду сейчас не резко с наводить, не останавливаться. На луне остановлюсь. Позвучу время. Посмотрю сейчас. Ой, это уже было с момента. Вот видно. Перебор. Так. 23.51 по Киеву в Харькове. 1 августа 2020 года. Это было классно. Третий дубль. Сейчас буду снимать четвертый.